Первые серьезные морозы нагрянули в новгородский регион точно по народному календарю, в канун крещения. Серьезная нагрузка легла на котельные. Особое внимание к объектам, которые отапливают социальные учреждения, в частности больницы. Один из таких сегодня посетил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин. Не сказать, чтоб нежданно, но зима таки пришла. На термометрах минус 20, снегопад стеной. Все в лучших традициях настоящего января. Не заберется ли мороз прямо в квартиры новгородцев, соскучившись за целый год? Вопрос не праздный, если вспомнить, что часть котельных в прошлом году лежала в руинах перестройки. Но, как оказалось, бояться нечего. С модернизацией успели в срок. У нас на стенде тут есть фотографии, что было, что стало. Заменены старые устаревшие котлы со старыми неэффективными горелками на современные горелки с предназначительной подачей воздуха, которые позволяют более, скажем, точно регулировать процессы сжигания газа, более эффективно добиваться более высоких КПД. В итоге эта котельная на улице Зелинского полностью преобразилась. Современное оборудование и, что немаловажно, отремонтированное здание. Вот то, что обогревает разом 11 объектов, в том числе и четвертую поликлинику. Мощность котельной, к слову, не изменилась. Новшество кое в чем ином. Самую главную особенность обновленной котельной за всем этим оборудованием замечаешь не сразу, а потом вдруг понимаешь, а обслуживающий персонал-то где? Или мне показалось? Люди! Ау! Вам не кажется, здесь совсем нет людей на обслуживании. В обычный будний день здесь нет никого. Она закрыта, она работает в аномническом режиме. Все параметры котельной выведены на диспетчерский пункт головной офис. Мини-вариант такого пульта сегодня показали мэру Сергею Бусурину. Такой же экран у нас находится в центральной диспетчерской службе. Показаны, какие котлы горят. Вот видите, моргает. Этот не моргает. Значит, котел в резерве находится. Температура подающих в обратных. А еще здесь есть дизельный генератор, чтобы в случае проблем с электричеством работа котельной не остановилась. К слову, также за прошлый год преобразились еще три городских объекта. В рамках реализации четвертой очереди концессионного соглашения между городской администрацией и ТК Новгородская. Четвертой, но не последней. Мы дальше продолжаем. У нас 21-й год наступил. И, насколько я понимаю, что есть уже часть контрактов, договоров на приобретение материалов, оборудования. И фактически к пятому этапу, последнему, 71-й Левобережной котельной уже приступили. Это будет один из наиболее сложных этапов. Котлы Левобережной котельной самые крупные. Тут понадобится точный инженерный расчет и солидная сумма инвестиций. 283 миллиона рублей. Впрочем, опыт у подрядчика есть и. Судя по всему, мороз в обновленной котельной точно не заберется. И это хорошая новость. Наталья Хмелева, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение.